Всем привет, дорогие мои друзья, очень рада сегодня с вами встретиться онлайн, подвести итоги этой недели. Хочу узнать, как у вас дела, хочу пару слов рассказать о том, что у нас происходит, и хочу дать вам буквально 3-4 совета о том, как не выгореть в карантин, как заботиться о себе, как помочь себе, как помочь своим детям, как помочь своей семье. Это буквально 4 мысли, 4 совета, которые очень сильно помогают мне, которые помогают мне не выгорать, работать на максимуме, заботиться о своей семье и успевать радоваться этой прекрасной весне, которая есть сейчас. Ребята, помашите мне, напишите мне, видите ли вы меня, слышите. Напишите мне, откуда вы сейчас меня смотрите, где вы сейчас находитесь. Я напоминаю, что я нахожусь в Атлантической Канаде, в городе Сен-Джон, недалеко от Атлантического океана. Вот, если говорить о том, что происходит у нас сейчас, в нашей провинции Нью-Брансвик уже около недели нет новых кейсов коронавируса. Карантин у нас довольно строгий, но нам можно выходить на улицу. Работают все самые важные магазины, при этом закрыты детские площадки, школы. Ну, как бы, в общем-то, все закрыто, и единственное, мы можем ходить гулять, но не собираться, главное, кучками, не кучковаться. В принципе, люди у нас здесь очень законопослушные, и нам не ужесточают карантин, просто потому что люди ведут себя адекватно, вот, и сейчас, учитывая, что у нас уже почти неделю нету новых кейсов, ну, это просто, наверное, потому что у нас очень маленькая, как бы, плотность населения в провинции, вот. У нас народ начинает уже надеяться на reopening, на то, что что-то будет возвращаться к жизни, но я думаю, что пока рано об этом говорить. Вот, как у вас, расскажите, как вы себя чувствуете, как, с чем вы боретесь сейчас на карантине, что вам мешает, что вам помогает. Так, смотрим, кто у нас есть. У нас есть Москва многострадальная, у нас есть Киев многострадальный, город Серов, Ингушетия, Кавказ. Ребят, я знаю, что сейчас в России, в Украине, особенно Москва, Киев, это, это, как бы, два города, где каждый день растет количество кейсов, где очень тяжело многим, где нельзя выходить на улицу, и я знаю, что для многих семей с детьми это очень-очень тяжело. Вот, да, вот Елена пишет, у нас народ устал от самоизоляции, все бегут на улицу. Есть желание нарушить весь этот карантин, потому что все уже устали. Вот, ребят, я понимаю, вот многие тоже говорят, что финансовый кризис, у многих тоже финансовый кризис. Сначала бы, вроде бы, когда это была первая-вторая неделя, мы как-то так еще, ну ладно, у нас все есть, мы продержимся, мы пока поотдыхаем на каникулах. Но, как бы, чем дальше, тем сложнее становятся и тем актуальнее те советы, которые я хочу вам дать. Они, на самом деле, очень сильно меня поддерживают, мне помогают. Вот, привет, привет из Израиля, всем, всем привет, очень рада всех видеть. Буквально четыре совета, как не выгореть, как продержаться дальше. Независимо от того, что вы считаете, как бы, чем вы считаете пандемию и карантин, и самоизоляцию, то есть, что это такое, как бы, есть много разных теорий. Вот, но правда в том, что это очень сильно сейчас влияет на нашу жизнь. И правда в том, что это марафон, это не стометровка, то есть, через неделю не закончится то, что происходит в мире. По самым худшим прогнозам, это полтора года может продолжаться, по лучшим прогнозам еще пару месяцев, и мы вернемся к нормальной жизни. Мы, на самом деле, не знаем, что будет дальше, но то, что пока мы сидим дома, пока карантин, пока все это будет во многих странах только ухудшаться, перед тем, как бы, как иди на спад. Это объективная реальность, нам надо ее принять, нам надо научиться с ней жить. Поэтому как в этом жить? Так, чтобы у вас оставались силы на то, что для вас важно. Самое главное, как бы, я хочу обратиться к родителям. Родителям нужны ресурсы, чтобы заботиться о детях. Я считаю, что это самое-самое важное, помочь себе, организовать себя, организовать свой день для того, чтобы заботиться о наших детях. Потому что, если мы о детях не позаботимся, то о них никто не позаботится. Так, смотрим, так, карантин есть, но все гуляют, никто не штрафует, так, хорошо, да, Лена Логовская, даже мой муж меня смотрит сейчас из бейсмента, хорошо, ребята, советы, самые-самые первые советы очень важные, называется он доброда к себе, нам надо быть максимально добрыми к себе в первую очередь, нам надо снизить ожидания от себя, порядок дома, возможность работать, возможность даже контролировать себя, сейчас гораздо все ниже, будет больше беспорядка, вы будете меньше успевать по работе, вы будете хуже себя контролировать, надо снизить ожидания от себя и не ставить себе какие-то наполеоновские планы, я и квартиру расхламлю, я и английский выучу, наконец, я и с детьми буду книжки читать, я и буду там в 5 утра вставать и утром работать, то есть, ребята, не набирайте на себя слишком много, вот, и сейчас не время, чтобы быть победителем, не время, чтобы побеждать, сейчас время строить убежище, там прятаться и там восстанавливаться, вот, на самом деле, это то время, которое сейчас есть в нашей жизни, не с флагом в руках бежать и кому-то что-то доказывать и кучу на себя брать обязательств, а это скорее возможность создать у себя дома, у себя в семье, такую вот, как бы, не пещеру, а как убежище, да, в котором вы и ваши близкие могут восстановиться, в котором вы можете пережить это время, в котором вы можете восстановить свои ресурсы, это очень-очень важно, что вам здесь поможет? Это простые рутины, заботы о себе, о себе нужно заботиться, восполнять свои ресурсы, потому что, если нет у нас ресурсов, нам нечего дать нашим семьям, самое простое, что вы можете сделать, раньше ложиться и раньше вставать, ребята, сейчас время, пока дети ваши спят утром, это чудесное время для того, чтобы вы могли, во-первых, сделать зарядку, привести себя в порядок, во-вторых, поработать, ребята, лучше работать по утрам, чем по вечерам, как бы для вашего состояния однозначно это лучше, поэтому надо раньше ложиться, раньше вставать, есть огромное искушение сидеть в интернете, кстати, поставьте мне плюсик, если вы просиживаете ночью напролет, изучая новости, читая о том, что происходит и так далее, ребята, это нужно прекращать, надо обязательно останавливаться, ложиться спать, высыпаться, потому что если вы не будете высыпаться сейчас, будет очень сложно вам и вашим детям как следствие. Следующее, очень важно планировать свой день, раньше вы могли быть свободным художником, раньше вы могли и так знать, что у вас происходит в жизни, сейчас нужно записывать, сейчас нужно начинать день, просто можете брать лист А4, у вас там написано, что я делаю, готовлю кашу, мою полы, вычесываю кота, делаю работу, там, не знаю, стригу сына, то есть записывайте, пожалуйста, потому что мы отвлекаемся постоянно там на новости, на какие-то события, плюс у нас мы живем в тревоге сейчас, и нам очень сложно сконцентрироваться на чем-то одном, даже буквально, там, не знаю, приготовить еду или сесть за работу, вам сложно, если у вас нет списка, просто потому что сейчас такое время, когда много сильных эмоций, когда вы сильно отвлекаетесь на все, вот, поэтому, чтобы ваша эмоциональная реакция не мешала вам быть эффективными и выполнять все ваши задания, там, по уходу за домом, за детьми, там, выполнять вашу работу, пишите списки, просто на любой бумажке, царапаете карандашиком или ручкой и идете по этому списку, это очень-очень важно, вот, и тоже рекомендую, то есть, когда мы можем найти время для себя, чтобы как-то себя наполнить, не знаю, посмотреть кино, отдохнуть, прогуляться, то есть, это время нужно искать, где его искать, самое первое, это утро, пока ваши дети спят, кто уже проводит время для себя утром, напишите мне, пожалуйста, там, я или во сколько вы встаете, тоже напишите мне, пока дети спят, пока все спокойно, пока там, не знаю, мой муж тоже спит до восьми утра, я могу там встать в шесть и успеть просто побыть наедине с собой, потому что, я думаю, это многие сейчас столкнулись с тем, что просто нет времени побыть наедине с собой, я наполовину интроверт, честно, я страдаю из-за того, что кто-то все время рядом со мной находится, мне хочется побыть одной, вот, утро – это прекрасное время, когда вы можете уделить время себе, вот, дальше делайте остановки в течение дня, вы приготовили завтрак, вы выполнили кусок работы, дети, там, я не знаю, читают книжки, смотрят мультики, вы пьете чай и читаете книжку или просто сидите на балконе и дышите свежим воздухом, делайте небольшие остановки в течение дня, даже если нет помощников, даже если вы одни с детьми, даже если вы не можете выйти из дому, небольшие остановочки, небольшие, такие как контрактики, сесть и почитать книжку, лечь и полежать там 10 минут, там, посмотреть, там, не знаю, полчаса сериал, то есть находите возможности останавливаться для себя, потому что эти простые рутины заботы о себе – это та доброта к себе, которая очень нам нужна, ребята, поэтому доброта к себе – это первое, снижаем ожидания, строим убежище, а не с флагом в руках идем побеждать всех, вот, и обязательно вырабатываем простые рутины заботы о себе, то, что будет давать вам ресурс. Следующий очень важный шаг – ищите близости с вашей семьей. Очень важно понимать, что время с вашими близкими, с вашими детьми, с вашими мужьями и женами – это стратегическое время, которое помогает вам не выгореть, которое помогает вам создать ресурс, которое помогает вам делать все остальные дела. Почему это важно? Потому что сейчас мы все столкнулись с угрозой того, что мы можем потерять тех, кого мы любим. Мы уже потеряли свои рутины ежедневные, мы уже потеряли кто-то свою работу, источник дохода, своих круг общения, вот, и когда мы не можем быть рядом с людьми, которых мы любим, например, с нашими пожилыми родственниками, да, это тяжело. Плюс мы все время чувствуем, что мы под угрозой. А что, если я заболею? А что, если мои дети заболеют? То есть мы постоянно ощущаем вот эту угрозу разделения с нашими близкими людьми. Поэтому надо максимально создавать моменты контакта и близости с вашими близкими. Напишите, что вы уже делаете для ваших близких, для того, чтобы стать ближе к вашим детям, чтобы стать ближе к вашим супругам. Что вы уже делаете? Напишите, пожалуйста. Опять же, это время очень важно для наших детей, потому что дети чувствуют напряжение. Дети не дурные, они прекрасно понимают, что когда родители нервничают, мне, ребенку, тоже есть что нервничать, потому что все родители не справляются, как я с этим справлюсь. Поэтому эти рутины, когда вы находите моменты близости, моменты общения, они важны для ваших детей тоже очень сильно, чтобы они успокоились, чтобы они почувствовали вас рядом, чтобы они почувствовали, что вы все контролируете, даже если это не так. Но дети должны знать, что мой взрослый контролирует то, что со мной происходит. Поэтому фокус на отношениях. Если школа и уроки мешают отношениям, наплюйте на школу на уроки, честно. Школу вы догоните. Отношения разрушенные, тревожность, психологические травмы, вы так быстро не вылечите, как плохие оценки там по какому-то материалу. Поэтому, ребята, обязательно уделяйте, во-первых, внимание отношениям с вашими близкими. Что можно делать вместе? Вы, опять же, напишите, что вы делаете. Это может быть, например, семейный кинозал. Мы очень любим с моей семьей семейный кинозал. Каждый вечер какие-то шоу смотрим или вместе, или там мои мальчики какие-то там свои мужские смотрят. Но тем не менее, это вот время, когда мы знаем, что мы все сойдемся вместе, мы будем что-то обсуждать, мы будем рядышком. Дальше. Настольные игры, подвижные игры, борьба, догонялки, когда вы можете как-то физически пообщаться с вашими детьми. Читайте детям слух книги, даже если дети уже взрослые. Это, опять же, будет время, когда вы просто вместе, когда вы в контакте, когда вы в близости. Утром все проснулись, пообнимались, поцеловались. Вечером обязательно там какие-то разговоры задушевные, массажики. То есть время, когда вы рядышком находитесь с вашими детками, с вашими супругами. Ищите моменты близости сейчас, потому что чем вы будете увереннее чувствовать себя в отношениях с самыми близкими для вас людьми, тем больше у вас будет ресурса, спокойствия решать проблемы, которые поступают, организовывать свой день, работать из дома. Плюс, когда ваши близкие будут в контакте с вами, особенно дети, когда они будут чувствовать контакт с вами, когда они будут понимать, что с вашей привязанностью все хорошо, они будут слушаться вас, они будут вести себя лучше, они будут адекватнее, я не знаю, выполнять домашнее задание, вас слушаться и так далее. То есть это очень-очень важно. Поэтому первое – доброта к себе. Второе – искать близости с семьей обязательно сейчас нужно. Третье – надо научиться спускать пар и проживать сильные эмоции. Ребята, эмоций сейчас очень много сильных. То, с чем мы сейчас столкнулись, то, что происходит в мире, как бы вы это ни называли, это поднимает в нас и тревогу, и желание защитить себя и свою семью, и какие-то страхи. То есть у нас сейчас очень много сильных эмоций. И нам надо позволить этим эмоциям течь, позволить им литься через нас. По-простому говоря, надо научиться спускать пар. Если вы что-то чувствуете, что-то вас набурлило, и вы тревожитесь, или вы расстроены, или вы что-то боитесь, надо позволить этой эмоции выйти из вас. Понимаете, это очень-очень важно. Как это делать? Самое первое – надо помочь себе и своим детям, своим близким плакать. Плакать – это хорошо, грустить – это хорошо. Это самый простой и экологичный способ для человека сбросить фрустрацию, сбросить напряжение, поплакать. Как это сделать? Смотрите грустные фильмы. Например, я сейчас смотрю фильм «This is us», это мы. Поставьте мне плюсик, если вы знаете, что это за сериал. Это изумительный сериал абсолютно про отношения, про семью, про любовь, про детей, про взрослых. То есть очень хороший сериал с кучей сложных событий, которые там происходят. И вот я, например, смотрю сериал, и там кто-то умер, или кто-то заболел, или кто-то там, не знаю, какие-то сложные ситуации в отношениях родителей и детей. Я могу вместе с героями поплакать, но вместе с тем, что я плачу с героями, я выплакиваю какую-то свою грусть, какую-то свою потерю, понимаете? То есть мы сейчас боимся подумать о том, что кто-то из наших близких может уйти, или заболеть, или мы можем оказаться в больнице без поддержки близких и так далее. Но мы не можем обсуждать эти темы с нашими близкими, хотя стоило бы. Но когда мы можем, например, мы слышим какую-то музыку, которая как-то цепляет нас, да какую-то песню с какими-то словами красивыми, когда мы смотрим в фильме на какие-то ситуации сложные, это помогает нам выпустить, прожить наши эмоции, которые мы, может быть, спрятали, мы, может быть, не можем, мы боимся туда пойти. Но в фильме мы не боимся туда пойти. Очень многие сейчас, мои друзья, говорят о том, что я сейчас смотрю сериалы про больницы, про врачей, про emergency room, про скорую помощь, когда там постоянно кто-то умирает, кого-то нужно спасать, там вот эти врачи туда-сюда. То есть как бы вроде бы что это смотреть, когда это в мире сейчас все происходит в реальности. Но на самом деле, когда ты можешь безопасно прожить какие-то сложные ситуации, смотря фильм, это помогает тебе сбросить напряжение, тебе сбросить эмоции. И ты можешь просто банально идти жить дальше. Дальше, если вы можете петь или не можете, пойте, в любом случае, это тоже помогает сбрасывать эмоции. Музыка, танцы, танцуйте вместе с детьми, какие-то, не знаю, и веселые, и грустные танцы. То есть надо искать способы, как вы можете проживать ваши эмоции. Мне, например, тоже очень помогает, я гуляю каждый день дважды в день. Причем так я иду быстро, иду интенсивно, прохожу где-то километра два, и как бы я чувствую, как стресс просто выходит, расслабляется моя нервная система, мне становится легче. Мои дети очень много прыгают на батуте, наверное, так много они еще никогда не прыгали, они выпрыгивают просто все, что их волнует, они выпрыгивают. Вот, найдите для себя возможность, как спускать пар. И будьте добрее к вашим близким, которые спускают пар не совсем так, как вы бы этого хотели. Я, конечно, понимаю, что мне бы хотелось, чтобы мой муж ко мне приходил и говорил, дорогая, ты знаешь, мне так грустно и печально, я так переживаю там за бабушку и маму свою, и я поэтому вот хочу поплакать у тебя на груди. Вот, но обычно бывает не так, да, обычно кто-то может сорваться, накричать на другого, кто-то не слушается, кто-то кого-то там, не знаю, наказывает. То есть как бы мы обычно, когда мы не умеем, когда нам сложно выпускать эмоции, мы просто срываемся друг на друга. Вот вы помните, что ваш близкий, ваш ребенок или ваш муж или ваша жена, которая кричит на вас сейчас, это человек, который рождается в помощи, человек, которому больно. Вот, поэтому, если кто-то на вас кричит, и на вас кто-то сорвался, вы поймите, что это человек, который страдает, и он нуждается в вашей заботе. Поэтому не критикуйте, не говорите там, как ты можешь со мной так разговаривать, с отцом так разговаривать, ах ты свинья такая! Не надо, не надо, если человек на вас кричит, ему нужна ваша забота, ему нужна ваша поддержка, поэтому лучше обнимите, скажите, ой, ты расстроен, давай тебе сделаю чайок, как тебе помочь, может, я сделаю массаж, то есть позаботьтесь о человеке, который, может быть, даже неадекватно проявляет эмоции при вас, это то, что очень сильно поможет. И следующий важный момент, смотрим, первое, доброта к себе, искать близости и контакта с вашими близкими, спускать пар, и последнее, это искать поддержки и помощи. Ребята, нам очень нужна поддержка и помощь других взрослых людей. Я понимаю, что сейчас, скорее всего, вы заперты со своими семьями, с детьми на карантине, и как бы вживую мы не можем встретиться с нашими близкими друзьями, но нам надо искать возможности, чтобы, например, я, когда мне тяжело и плохо, я не имею права идти к моим детям и плакаться им в жилетку, потому что это неправильно будет. Я в ведущей роли, а не в зависимой. Если я буду рассыпаться на куски, то что будет с ребенком? Поэтому все свои сильные эмоции, переживания я, например, несу к мужу моему, да, я ему рассказываю, и с его стороны я ожидаю сочувствия. Если вы не можете это получить дома в семье, с кем-то вот из друзей, созваниваетесь по Zoom, по Skype, по Viber, по FaceTime и общаетесь, разговариваетесь. То есть о ваших страхах нужно говорить. Кстати, вот вчера в This Is Us, это мы, там такая была ситуация, когда мамой говорят так, короче, типа, самый худший сценарий рассказываем друг другу, и они друг другу рассказывают там про свою дочку, что она может сделать самое страшное. Один рассказывает, потом второй рассказывает, потом один, потом второй, им легче становится, когда они просто проговаривают, как бы вот самый худший сценарий, который может быть в этой ситуации. Нам надо об этом говорить, и надо найти человека, который будет вас, будет вам сочувствовать, будет вас поддерживать, будет говорить о том, что да, я понимаю, я тоже так себя чувствую. То есть надо найти взрослого человека, с которым вы сможете об этом говорить, ребята. Как найти этого человека? Это уже как бы, это задача вас, задача для вас. Кстати, напишите, пожалуйста, мне, с кем вы из взрослых, например, это моя подруга, друг, то есть с кем вы регулярно общаетесь, чтобы сбросить свои сильные эмоции, чтобы поделиться своими переживаниями. Кто это для вас? Есть ли у вас такой человек? Вот, и может быть, сейчас в комментариях бы нашлись люди, которые хотят найти поддержку такую в ком-то, в лице кого-то. Поэтому, если у вас нету поддержки, напишите, у меня нет поддержки. И, может быть, кто-то найдется, скажет, давай, я буду тебя поддерживать. Я с некоторыми друзьями из церкви своей, мы с ними договорились, что мы просто каждый день друг другу пишем в мессенджере, как у тебя дела, как ты спала, как ты там прожила свой день. То есть даже такое внимание, оно важно. И тоже еще раз хочу сказать, что кроме поддержки один на один, я бы очень рекомендовала найти поддержку группы, например, церкви или другого сильного сообщества. Я просто смотрю, как это работает для меня, и вот как бы я христианка, я хожу в церковь, и моя церковь, в Кингсчордж, здесь вот в нашем городе, они очень активно включились в онлайн-жизнь. То есть у нас есть молитва, по-моему, три раза в день, когда можно онлайн включиться, и можно там с нашими пасторами молиться. Есть зум-группы, когда мы встречаемся молиться, когда мы встречаемся обсуждать проповедь, когда мы встречаемся изучать Библию. То есть целый день, прям честно, если я буду заниматься, буду приходить на все события, которые организовывает моя церковь в Фейсбуке, я просто ничем не смогу другим больше заниматься. Но это как бы очень важный момент. Почему? Потому что я чувствую, что есть большое количество людей, которые как бы вот они так же, как я, борются с ситуацией, которая происходит сейчас в мире. Они так же, как я, переживают, они так же, как я, страдают, они так же, как я, ищут поддержки у Бога. То есть хорошо, когда вы чувствуете свою причастность к сообществу, к большому сообществу. Это будет вам помогать, поэтому найдите, либо это ваша церковь, либо это ваша домашняя группа, либо просто, не знаю, с подружками организуйтесь, и чтобы это был созвон не одного человека с одним, да, хотя бы там 10 человек, чтобы созванивалось. Может быть, это ваши друзья, с которыми вы спортом занимались вместе, или хобби каким-то. То есть возможность и вот такая поддержка взрослых людей нам сейчас очень-очень нужна. Поэтому, ребята, на самом деле, вот эти вот 4 совета, которые я очень хочу, чтобы они вам помогли, поддержали вас, и то, что поддерживает очень сильно меня. Первое – это доброта к себе. Второе – это искать близости с семьей. Третье – это спускать пары, проживать сильные эмоции. И четвертое – это искать поддержки и помощи у взрослых. Я обращаюсь к родителям, да, чтобы у вас был ресурс заботиться о ваших детях. Ребят, ну, в общем, это вот мои такие советы. Если какие-то есть вопросы ко мне сейчас, вот, относительно того, что я сказала, я буду очень рада вас послушать, и у меня через буквально минут 5, чтобы ответить на ваши вопросы. Вот еще раз хочу повторить, что та ситуация, в которой мы сейчас живем, это не стометровка, это марафон, это то, что будет еще длиться месяцы, то есть сколько – мы не знаем, в какой форме – мы не знаем. Но нам нужно сохранять ресурс, нам нужно сохранять статус-кво, нам надо заботиться о наших детях, нам надо быть сильными, заботливыми взрослыми. Поэтому вот эти 4 совета, они очень важны, они вам помогут. Так, хорошо, смотрим, где вы находите поддержку. Так, у нас есть такая группа, пишет Елена. Так, самая лучшая поддержка – это поддержка своего создателя. Ну, на самом деле, я как крестьянка, я очень много утешения нахожу в общении с Богом. Так, я и мои близкие подружки. Так, с мужем стали ближе, больше никого нету, но можем говорить о наших эмоциях открыто. Так, что еще? Что делать, если ты сорвался все-таки? Ну, ребята, во-первых, надо принять то, что будут такие моменты, когда вы будете срываться. Вот, поэтому доброта к себе, как здесь поможет. Если вы сорвались, не надо себя трамбовать дальше. Ах ты, как ты могла, да как ты, да вообще, да какая ж ты мать, что-то сорвалась. То есть, если вы какой-то ущерб принесли кому-то, извинитесь. Скажите, извинитесь перед ребенком, извинитесь перед мужем. Мне сейчас очень тяжело, мне сейчас сложно. Прости, пожалуйста, я не имела права на тебя кричать, я не имела права вот в такой форме говорить о том, о чем я говорила. Вот, но я это сделала, потому что я просто, мне очень сильно устало, мне очень тяжело. Вот, ну, опять же, помню, что на ребенка мы не вываливаем слишком много своих эмоций, мы просто извиняемся, и дети, в принципе, это нормально, чтобы дети сейчас знали о том, что всем сейчас тяжело, мы с этим справимся, но из-за того, что сейчас тяжело, эмоционально больше нагрузка на нас, на всех, мы иногда можем срываться. Поэтому доброта и забота, то есть, чем больше вы будете заботиться о ваших близких, когда они срываются, безусловно критиковать их, тем больше они будут о вас заботиться, когда вы сорвались. Вот, и когда вы сорвались, подумайте, пожалуйста, что вы для себя не сделали, как вы о себе не позаботились, то есть, что надо было сделать, чтобы предотвратить этот срыв. Например, я прекрасно знаю, что если я дохожу до определенного момента в спорах, там, например, с мужем или с детьми, и я вот чувствую, что у меня нет ресурса, сейчас я буду просто орать, кричать и плакать, я просто разворачиваюсь, я иду ходить. Я походила, я пришла, я лучше себя чувствую, я могу уже больше, более адекватно себя вести. Но это произошло после, как бы, количества раз, когда я таки сорвалась, вот, и потом я проанализировала, я подумала, окей, когда я себя уже вот так чувствую, мне надо прекратить говорить и идти ходить, или делать упражнения, или, то есть, не знаю, принять ванную, чтобы, как бы, прийти в себя. Вот, поэтому это такой момент, надо о себе позаботиться. Хорошо, дорогие мои, посмотрю, что у вас еще, что вы мне пишете. Так, хорошо, мой муж меня поддерживает, сестра, мама. Так, мы еще делаем бои подушками. Лена, да, это очень отличная, очень хорошая рекомендация. Бои подушками, они помогают сбросить много эмоций, которые у нас копятся. Плюс это все-таки моменты контакта, поэтому прям подушками бейтесь. Так, а мы прыгаем с дивана, даже я прыгала, отлично. Сын катается на скейте много. Разговариваем о эмоциях и активно слушаю родных, заботюсь о себе больше. Супер. Так, Анна пишет, расскажу личную ситуацию, я когда ложусь днем полежать или просто смотрю фильм, даже если я закрываю дверь, ко мне стучат родители. Помоги, ты нужна. Вот как быть в этой ситуации? Ну, в этой ситуации можно сказать, нет, я не могу, я занята. Вот. Можно заранее предупредить, сказать, что я сейчас хожу отдыхать, я закрываю дверь, я там беру шевуши, вставляю, я не буду вас слышать, я хочу поспать 20 минут. То есть просто надо понимать, как предупредить такие ситуации. Да, если они происходят, то, может быть, стоит не отвечать, может, они отстанут. Можно сказать просто о том, что я сейчас не могу, я занята, не уточняю, чем вы занимаетесь. То есть надо подумать, как все-таки создать ситуацию, чтобы вы могли все-таки отдохнуть. И понимать, что даже когда вы будете отдыхать и смотреть сериал, то да, не всегда будет все идеально. Кто-то будет к вам стучать, кто-то будет вас что-то просить. То есть идеального отдыха у нас не будет еще долго. Но это нормально, даже не идеальный отдых, он считается. Так, хорошо, ребята, что еще вы делаете? Так, Галина пишет, поддержки очень не хватает, живу одна, двое сыновей школьники, с работы пришла, учим уроки допоздна, крышу просто сносит. Галин, я прям очень вам рекомендую, если вы полностью не видели этот эфир, который только что был, пересмотрите его, пожалуйста. Четыре совета, которые я даю, они для вас. Вот, честно, если уроки забирают у вас слишком много сил и не дают вам возможности отдохнуть, просто расслабиться самой и иметь вот эти моменты контакта с вашими детьми, отложите немножко учебу. Пусть учеба будет рутиной. То есть чуть-чуть поучились, почитали, посчитали, выучили один урок вместо трех, нормально. То есть главное, чтобы учеба, она где-то была в ваших рутинах. Вот, уделяйте внимание тому, что сейчас на самом деле приоритетно. Школа сейчас не приоритетна, поверьте. В той ситуации, которая сложилась в нашей жизни, школа – это не приоритет. Да, должны быть рутины, да, хорошо, когда есть возможность у детей регулярно учиться, вот. Но сейчас не это главное. Вот это вот важно помнить. Света пишет, для кого-то самоизоляция – это отдых, читают книги, занимаются самообразованием и другое. Но для меня эта нагрузка выросла. Ребенок 6 месяцев и 6 лет. Да, ребят, ну, честно, даже те, кто говорили, что им очень кайфово на карантине, ну, не всем кайфово, потому что люди чувствуют свою изолированность. То есть люди, например, которые без детей, они одиночество очень сильно переживают, и у них тоже очень много тревоги и проблем. Вот, ребята, 4 совета, которые я вам уже дала. Доброта к себе, моменты контакта и близости с вашими близкими, проживать эмоции, выпускать пар и искать поддержку у взрослых. Если поддержки мало, ищите ее. То есть серьезно, если вам не с кем поговорить, напишите мне в Фейсбуке, я вас направлю, куда поговорить. Я вам покажу группу в Фейсбуке, где можно говорить с людьми. Сейчас люди очень хотят друг друга поддерживать, и вас тоже поддержат, поверьте. Так, ну вот, один из участников или одна из участниц пишет, карантин – это кошмар. Вы знаете, очень хорошо, что вы можете это сказать. Если вы можете признать, что сейчас мне тяжело, это первый шаг к тому, чтобы начать менять свою жизнь, так, чтобы вот это тяжело прошло. То есть то, что вы признаете, что мне сейчас тяжело, это для меня кошмар. Это хорошо, честно. Очень классно было бы по этому поводу поплакать. Кстати, как поплакать, хочу вам сказать. Вчера что я делала? Я нашла очень классного музыканта нового. У него такая прям романтическая, такой кантри, такой красивая, прямо за душу берущая. И вот я слушала его песни, лежала и удаляла старые фотки с телефона, которые я фотографировала на Кубе до начала пандемии. Вот как бы вот удаляла, чистила телефон, удаляла фотографии, которые я делала до вот этого всего ужаса, который начал происходить. То есть я удаляла, я рыдала, я смотрела на эти фотки, я еще раз думала о том, как же я хочу, чтобы все вернулось назад, но оно не вернется. Как же я не ценила то время, когда оно было вот без коронавируса. То есть вот честно, я просто вот удалила эти фотографии, я еще раз вспомнила все эти моменты, прожила. И мне стало легче, я смогла поплакать, я смогла как-то вот поскорбить по этому ушедшему, да, то, что было, и это облегчает. Поэтому вот почистите ваш телефон, поудаляйте фотки, освободите место на вашем диске телефона, и плюс немножко проживите, да, это все. Так, хорошо, дорогие мои, в общем, а ну-ка смотрим, что здесь. Так, простите, только подключилась, вы можете подсказать христианского психолога в штате Орегон или Вашингтон? Я могу уточнить, напишите мне в личку, пожалуйста, кому нужен психолог, вот, кому нужна группа поддержки, я постараюсь найти вам. То есть я, честно, не знаю никакого лично в Вашингтоне, Орегоне, учитывая, что в любом случае сейчас работать можно только по скайпу, я могу порекомендовать психологов, которые, честно говоря, в Украине, в Киеве находятся, которых я знаю и которым я доверяю, которые христиане тоже. Это то, что я вам гарантированно могу порекомендовать. Люди, которые будут с вами прекрасно работать, вот, по скайпу, учитывая, что все равно вы не сможете встречаться лично. Так, кого слушала я, кого я слушала? Ну, давайте, у меня Ру, его зовут Ру. Короче, зайдите ко мне на Фейсбук, и вы увидите. Я вчера постила ссылочки на его песни, просто его зовут Ру, Ру Пейнс, Ру Пейнс, по-моему, его зовут. Так, хорошо, еще вопрос. Елена спрашивает, а если я не срываюсь никогда, это нормально или сильно замкнутое, замороженное, или я не знаю? Да, и у меня шестеро детей, но мне с ними хорошо. Я очень редко плачу, могу плакать только в молитве. Елен, как бы, если вам не плачется, если у вас все хорошо, если вы чувствуете сейчас комфортно себя, слава Богу, все нормально. Вот, то есть, если... То есть, я не говорю о том, что надо срочно начинать плакать прямо, вот, я не плачу, но надо плакать. Нет, но я просто к чему? Что если вы чувствуете, что вот на вас накатывается волна печали, скорби, грусти, и хочется всплакнуть, не давите это в себе. То есть, вот в такие моменты не давите, позволяйте себе плакать. Вот, я знаю, что есть люди, которым сейчас хорошо и комфортно, слава Богу, вот, но у вас меньшинство сейчас, ребят. Так, я не могу делать ничего, будто парализована. Я ошарашена тем, что меня заблокировали в квартире. У меня тоже канал 25 тысяч подписчиков, не могу ничего снимать, так, фактически нет возможности. Я вас понимаю, единственное, какую могу вам дать надежду, к сожалению, я не знаю вашего имени, вот, вижу только название канала. Так будет не все время. То есть, когда вот происходят такие события, которые сейчас происходят, да, то есть, ну, по сути, мы теряем, мы переживаем потерю, мы начинаем скорбеть. Как бы это один из этапов, когда просто вам настолько кажется все беспросветное и тяжело, что просто ты ложишься и лежишь, и не можешь встать. У меня такое было похоже, когда мы переехали в Канаду 3 года назад. Для меня это сложно было, я не ожидала, я не знала, что мне будет так тяжело и сложно. Я помню, у меня были моменты, у нас 6 часов разницы с Киевом, в 6 вечера это было 12 ночи. Я знала, что мама моя спит, все спят, мои друзья, а у меня еще день продолжается, мне надо жить дальше. И у меня было такое, что мне просто хотелось лечь и не вставать, просто заснуть, я не знаю. Я просто ложилась и лежала какое-то время, там, не знаю, 15, 20, полчаса. Потом меня отпускало, я вставала, шла дальше. Вот, поэтому, что могу вам точно посоветовать? Вам надо с кем-то поговорить. То есть, если вы можете с каким-то живым человеком, с другом, с подругой, с психологом, с незнакомым человеком из Фейсбука, который готов вас выслушать, созвониться и побеседовать, просто рассказать, что вы чувствуете, то есть просто вербализировать, что с вами происходит, как вы себя чувствуете. Вот. Вам, ну, вам должно стать легче. Вот. И сейчас, пока честно, вот если вы чувствуете себя, как вот этот человек, который мне написал, что я не могу ничего делать, я чувствую себя парализованным, вам сейчас нужно дышать, ходить, пить, есть, спать. Вот это то, что вам нужно делать. Ничего больше вам делать не нужно. То есть сейчас ваше тело, ваша психика, вы адаптируетесь, вы переживаете скорбь, вы переживаете шок. Перенапрягать себя не нужно, требовать от себя каких-то супер-видео не нужно. Вот. Честно, что делала я, если в контексте Ютуба говорить, да, я просто вот в тех слезах и тех соплях, которые у меня были, я садилась перед камерой и записывала, что я чувствую, что я думаю, выкладывала это на Ютуб. Не всем это нравилось, но для меня это было важно, когда я могла хоть с кем-то поделиться, когда я могла выразить себя вот в таком виде, да, вот что со мной сейчас происходит. Вот. Это проходит, этот момент проходит, вот, но как бы надо сейчас просто немножко его пережить, вот первым делом, и дальше просто делать то, о чем я вам говорила, да, проживать эмоции, искать близости с людьми близкими, быть добрее к себе, вот создавать такое убежище для себя. Это то, что, ну, то, что будет вам потихоньку помогать, и помнить, что процесс скорби, который мы сейчас проходим с вами, это процесс, в котором от пяти до шести шагов, то есть это процесс, который надо пройти, и пока, если вы не можете ничего, кроме как ходить, дышать, есть, пить и спать, больше ничего делать не надо. Вот, в таком состоянии вам надо немножко побыть, и вас отпустит, будет легче. Я это вам гарантирую, потому что я была в таком состоянии месяц назад. Сейчас мне стало легче, сейчас я уже чувствую, что я больше приспособилась, я могу даже с вами говорить, что советовать вам. Вот, но опять же, надо помнить, что это процесс. Хорошо, ребята, да, все, в личку пишите, кому не с кем поговорить, кому нужна поддержка, я вас соединю, я направлю вас в группы, которые я знаю, где можно пообщаться, я посоветую психологов вам, которые могут с вами пообщаться сейчас. Вот, ребят, желаю всем хороших выходных, независимо от того, как вы будете их проходить, проживать, будьте рядом с вашими близкими людьми, ищите связи с вашими друзьями, скайп, фейстайм, созванивайтесь, общайтесь, проговаривайте ваши чувства, плачьте, смотрите сериал «This is us». Вот, кстати, горы по колено, посмотрите сериал «Это мы», я не знаю, вы на английском понимаете или нет, но он есть в дубляже, в хорошем. Вот, в хорошую историю сейчас головой уйти тоже, это очень хорошая будет забота о себе. Хорошо, дорогие мои, спасибо вам огромное. Так, вот еще Света пишет, в Москве парки закрыты, гулять у нас нельзя, можно только мусор вынести в ближайшие магазины в радиусе 100 метров, поэтому прогулки – мечта. Ну, можно ходить по магазинам, можно выносить мусор несколько раз на день, вот, можно гулять на балконе, у меня много друзей, которые гуляют на балконе, которым нельзя выходить. Хорошо, ребят, все, я с вами, мы немножко в разных с вами можем быть ситуациях, но мы с вами вместе проходим через это все, и мы через это все пройдем обязательно, то есть это все закончится, жизнь вернется в какую-то норму, вот, и все наладится, но просто это процесс, это то, что мы должны пройти шаг за шагом, проживать каждый следующий момент, каждый следующий шаг, каждый следующий час, каждый следующий день, просто, то есть не ставьте себе грандиозных планов, мне надо снять 25 видео, мне надо там, я не знаю, горы свернуть, нет, мне надо сегодня сварить суп, поесть суп, погулять на балконе, посмотреть фильм, поцеловать кота, если у вас детей нету, да, то есть какие-то очень простые задачи, просто день за днем мы это проживаем, дальше будет обязательно легче, вот, если вы будете создавать для себя ресурсы. Хорошо, ребята, все, всем спасибо, до связи, всем желаю здоровья, как говорят у нас в Канаде, stay safe, stay home, все, пока-пока. Так, хорошо, Инстаграм, дорогой, всем спасибо тоже огромное, все, кто был сейчас на трансляции, вот я записи этих эфиров выкладываю, так, я закончила или не закончила, записи эфиров выкладываю потом в HGTV в своем, поэтому сможете все пересмотреть, вот, хорошо, дорогие мои, хороших выходных, все, пока. Так, ну что, мы закончили трансляцию, или мы не закончили, что-то у меня компьютер прям не отключается, все, заканчиваем, все, YouTube, Facebook, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok